всем привет это второй обзор о проекте xilar в обзоре затронем темы что такое xilar решение проблемы совместимости зачем он нужен примеры использования экономика и управления xilar это универсальная платформа взаимодействия которая соединяет все блокчейны через децентрализованную сеть из детей протоколы api используя сеть и из детей разработчики могут эффективно интегрировать свои приложения во все экосистемы блокчейна создавая более широкий доступ к пользователям активом к ликвидности и другим приложениям сеть xilar позволяет разработчикам df и экосистемам блокчейна разрабатывать cross chain связь протокол xilar обеспечивает единое решение для cross chain связи предназначенное для взаимодействия с любой цепью xilar децентрализован по своей конструкции и обеспечивает подключение по принципу plug and play подключи и играй практически без работы по интеграции новой цепочки стек xilar включает себя как межцепную маршрутизацию так и протоколы передачи на уровне приложений лишение проблемы совместимости xilar входит в мир мультичейн чтобы улучшить мобильность активов и обмен информацией между ранее сегментированными сетями блокчейна xilar создает децентрализованный стек который обеспечивает взаимодействие между блокчейнами с помощью различных механизмов консенсуса языков смарт-контрактов и многого другого ранее разработчики протоколов и df работали в изолированных системах и не могли обмениваться данными по сетям xilar стремится обеспечить единую децентрализованную сеть для подключения и объединения различных приложений и платформ в разных экосистемах сеть имеет две части cgp и ctp cgp это cross-chain gateway протокол отвечает за cross-chain маршрутизацию и доставку через автономные блокчейны то есть отвечает за саму связь и передачу активов между блокчейнами и даже без смарт-контрактов ctp это протокол межсетевой передачи это протокол прикладного уровня d-app который служит шлюзом позволяя приложениям выполнять транзакции через унифицированный api для облегчения операций между цепочками простыми словами cgp это связь и передача активов по блокчейну а ctp отвечает за реализацию этих транзакций и запросов между приложениями xilar повышает мобильность активов ликвидность и обеспечивает возможность компоновки смарт-контрактов в автономных блокчейнах разработчики блокчейн платформ могут легко подключать свои блокчейны ко всем другим экосистемам блокчейнов через единую точку интеграции универсальное соединение позволяет легко перемещать активы из интегрированных сетей в интегрированные поскольку xilar добавляет свой протокол больше блокчейнов выигрыши остаются все подключенные сети разработчики могут размещать свои d-apps на лучшем блокчейне для своего варианта использования сохраняя при этом доступ к активам и приложениям в любой другой цепочке пользователи могут использовать любой актив изначально через свои кошельки для обеспечения ликвидности приложений в экосистеме блокчейна зачем использовать xilar xilar стремится улучшить взаимодействие в экосистеме в 3 в целом разработав протокол позволяющий легко подключать и воспроизводить plug-and play любую цепочку в стеке взаимодействия с помощью xilar представляющий эту функциональность разработчики могут сосредоточиться на создании приложений они беспокоятся о соединении ресурсов и информации сеть обеспечивает упрощенное и децентрализованное подключение к новым экосистемам создателям платформ не требуется выполнять какой-либо тяжелый технический подъем чтобы использовать стек xilar что облегчает интеграцию используя возможность компоновки cross-chain xilar разработчики могут использовать лучшую платформу для своих нужд оптимизацию для их важных функций таких как быстрая завершенность децентрализация и так далее в общем проект xilar позволяет в один клик добавлять свои проекты во все существующие блокчейны а со стороны пользователей открывается горизонт взаимодействия с dx приложениями независимо от сети примеры использования первоначальные варианты использования xilar будут в основном сосредоточены на передаче активов например если у вас есть активы в цепочке космос атом и вы хотите перенести их в тариум для использования в df xilar позволяет перемещать этот актив в обернутом виде по сетям чтобы вы могли использовать его в тариум также для случаев использования xilar он позволит приложением объединяться в произвольные цепочки позволяя осуществлять совместимую передачу активов информации и многого другого в будущем если вам понадобится определенный набор данных из полка дот в приложении этериум стек excel or позволит вам извлечь эту информацию из блокчейна полка дот и легко использовать ее в этериум также назначение токена и xl подразумевает управление токеном proof of stake возможность делегирования пользователям свою долю валидатором которые участвуют в консенсусе и валидирование валидаторы получают вознаграждения за участие в консенсусе и получают комиссионные от этих вознаграждений которые затем распределяется среди делегаторов в настоящее время сама сетевая экономика находится в движении нет установленного уровня инфляции это может быть определено руководством а валидаторы будут выбираться на основе размера стека делегированного валидатору аналогично многим другим делегированным цепочкам подтверждение ставок делегаторы направят свои токены на валидатора и И взамен получат пока еще не определенную ставку вознаграждения в соответствии с экономикой сети, которая будет установлена ближе к запуску. То есть получается, что ближе к запуску мы будем иметь более полную информацию. Управление. Говернанс. Axelar будет использовать ту же модель управления, что и другие цепочки, развернутые на Cosmos SDK. Это означает, что доступ к управлению можно получить в кошельке Kepler. А держатели Axelar будут иметь возможность использовать свои токены для голосования по изменению сети. Такие протоколы, как Axelar, важны для предоставления людям более широкого доступа к данным и активам в различных экосистемах блокчейна. У Axelar есть общее ведение нескольких цепочек, и они сосредоточены на том, чтобы помочь соединить экосистему Web3. Недавно Axelar объявил об интеграции с Moonbeam. Эта интеграция с Moonbeam помогает подключиться к экосистеме Polkadot. Пользователи теперь смогут перемещать активы из внешних цепочек, подключенных к Axelar, в Moonbeam для использования в сетевых приложениях. Через универсальный шлюз межцепной связи Axelar, приложения в сети Moonbeam смогут взаимодействовать с приложениями в сетях Ethereum, Terra и других. В настоящее время Axelar находится в среде тестовой сети, подключая участников экосистемы, валидаторов, выполняя аудит некоторых начальных отключений. Миссия Axelar заключается в создании инфраструктурного уровня, который позволяет сетям объединяться. Со временем Axelar надеется помочь в долгосрочном внедрении, когда разработчики сосредоточены на создании приложений и сервисов, а не на объединении и совместимости. А теперь хочу затронуть часто задаваемые вопросы. Все ли NFT распределены? Или как я могу проверить, получил ли я NFT? Да, все NFT-сообщества распределены аирдропом. Чтобы проверить, получили ли вы его, посетите свой кошелек Avalanche. Ссылка в описании и проверьте во вкладке «Коллекция». NFT-участников Testnet все еще активно рассылаются. Будьте терпеливы, команда продолжит отправлять их в ближайшие недели. Слухи о том, что держатели NFT закрепляют за собой место в ICO, публичной продаже, вайтлисте и так далее – все это миф. NFT были выпущены в качестве благодарности сообществу за поддержку Axelar и не имеют в данный или будущий момент ценности. Любого, кто продает свой NFT под этими предлогами или распространяет информацию, следует игнорировать. Могу ли я присоединиться к тестовой сети? По мере развертывания основной сети Axelar, команда приостанавливает стимулы для всех упражнений в тестовой сети до дальнейшего уведомления. Формы регистрации также останутся закрытыми. Тем временем команда сосредоточена на основной сети и повторяет тестовую сеть с помощью нашего сообщества валидаторов. Для нас будут позже объявления об упражнениях Testnet и их статусе после завершения развертывания основной сети. Вы можете ознакомиться с ресурсами по тестнету заранее и узнать все необходимое по ссылкам в описании GitHub, документации и инструкции по развертыванию сети. Также просьба обратить внимание на то, что тестовая сеть все еще работает и упражнения доступны для проработки. Однако стимулирующий тестнет пока приостановлен, а доступная поддержка ограничена по мере развертывания основной сети. Документация открыта для просмотра всеми желающими. Тестовая сеть останется в разработке в качестве тренировочной площадки для новых членов сообщества до тех пор, пока у команды не будет достаточно ресурсов для его поддержания, поддержка будет ограниченной. При этом, если вы разработчик и хотите получить доступ к тестовой сети, для создания таких вещей, как кошельки с несколькими цепями, кросс-чейн-эксплорер, приложение соединяющие мосты и многое другое, заполните форму, ссылка в описании. Команда рассмотрит вашу заявку. Следующее. Могу ли я инвестировать? Продается ли токен? Токена Axelar еще не существует ни на каких биржах и никаких листингов нет. Администраторы и команды никогда не обратятся с просьбой о покупке или запросу по инвестированию. Любые ссылки, распространяемые с любых неофициальных аккаунтов Axelar, должны игнорироваться, и любой, кто поделится в официальных чатах, будет забанен. В настоящее время нам известны сведения о том, что всего будет на момент запуска 1 миллиард токенов Axelar. Также в настоящее время с учетом возможных изменений со стороны фонда Axelar, будет направлено до 3% от сопла Genesys участникам тестовых сетей и ранним партнерам. Награды в токенах от Incentivized Testnet будут распределены среди определенных участников в будущем при запуске Maynet. Где дорожная карта и когда она станет доступной? В процессе приближения к запуску Maynet дорожная карта будет достаточно сформирована. Сейчас идет ребрендинг и в процессе идут множество интересных обновлений. По этой причине проект Axelar не хочет оказывать спекуляцию на каких-либо аспектах, которые еще не стали общественным достоянием. В данный момент есть доступная дорожная карта по ссылке в описании. Любые новые обновления доступны в официальных анонсах. Следите за проектом. Также рекомендую воспользоваться на ранней стадии бета-версии Satellite. Команда запустила возможность опробовать на ранней стадии трансфер токенов с одной сети в другую. Рекомендую следить за проектом, подключайтесь по ссылкам в описании, в дискорд, телеграм-канал и следите за анонсами. Всем спасибо и пока.